так ребят все нормально вроде стало не знаю что это было какой-то режим включила что ну клавиши стали хот кейме просто ну вот какими-то нелепыми и открывали все подряд в общем сейчас мы заходим заново смотрим сетку ваша к сожалению вылетает и нужно найти куда нам еще врываться ну что ж гуфа ска будет на две части разбита получается ваня соул ваня кого выиграл красавец каценен димага здесь есть минато там а что было власть бани кстати уже начал или нет давайте к старкрафта ворвемся или мы так и не ворвемся тот самый бани которого была и провал недавно буквально Че за хнета, блин? А, он все, пошел в Крем, наконец-то. Ну что, Демагофир, попробуем посмотреть. Ну что, посмотрим Диму. Сейчас я покушаю быстренько, ребят, и к вам вернусь. Все нормально, все починилось, отлично. Продолжение следует... 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 Поехали... АПМчик... Вы видите, у Демагии больше, чем у Фьера значительно, но Фьер... Неплохой такой игрок. Неплохо играл, помню, на Take Penthouse Party в турнире, который не так давно прошел. Вот. Посмотрим, что здесь будет. Так, понял, Алми. Вот, Алми, кстати, дело говорит, я теперь вкуриваю, что могло произойти. Может быть, я действительно какого-нибудь макрос забиндил случайно. Хотя нет, я туда не жал вроде даже сверху. Так, оказывается, я судьей был назначен. Два адептика у Фира строятся, у него самый ранний Нексус, получается, был. Ну, против демаги грех не схалявить, что называется. Потому что это раньше у меня такое правило и было, то что в демагах любят халявить, и с ним надо халявить. Вот, как и против сливки когда-то. Сбивает еще овер эфир. Короче, совсем неприятные моментки здесь происходят. Демаг пытается подгрызть адепта. Фир четко контролит. Не надо гнаться туда. Зачем гнаться без мула? Еще 10 секунд до готовности мула. Сейчас пытается демага настичь все-таки этого адепта. Фир четко, очень четко фокусит сейчас. Все, мух готов, но он телепортируется ко второй базе. В итоге вы видите 37-27 парабам. Все, ребят, твич, я надеюсь, поднялся. Сейчас я еще раз проверю. Может, в натуре какие-то макросы я забиндил, не знаю. Вроде работает твич, все нормально. Хотя, мне кажется, я какой-то режим скорее венди врубил левый. Так, адептики вперед идут. Здесь выход 2 с торгейта следует. Несколько лингов от демаги заходят на вторую. Фир достаточно четко законтролил рабочих. И потерял в итоге штучки 3, наверное. В это время заходят адептов. Сколько их заходит? Их заходит 7 штук. Демага делает бэйнов. Адепты телепортируются на третью базу. Дроны под ударом. Это большие очень потери для демаги. Но пока 4 раба всего погибло. Это немного, действительно. Но адепты спокойно могут еще и уйти сейчас. Что самое интересное. Пытается фир королеву подвезти. Но демага окружает его сейчас. Так, бэйном бы взорваться бы не помешало. Бэйлинг не может никогда идти. Бэйлинг не взрывается. Демага дронов вынужден вперед брать. Что такое творится? Бедная демага. Затрепал фир. Ну 12 дронов. Все заказано. Есть лэр. Можно жить пока. Затрепал фир. Так. Прилетели фениксы тут. Немножечко похарасили. Но у демаги всё очень-очень плохо. Это было очевидно ещё после первого врыва адептов и вообще как бы в начале. Так, F5 надо жать, чтобы твич-плеера не было. Вот тогда всё будет нормально, точно вам говорю. Демаги, ну очень много королев сейчас. Но технологии печальные. Посмотрите на рабочих количествах. 52 на 68 в пользу просто. Это совсем катастроф. Ну вот, сейчас получше казалось бы стало, но прилетел фиер и просто разваливает дрон, уплетает. Демаги королевы, они и так медленные даже на крипе. Плюс демага позицию криво занимает, в общем-то не обороняет. мейн. И опять надо дронов заказывать. Причём надо заказывать штук 12, а то и больше опять. У фиера уже два роба. У фиера плюс один доделываются. Ну демага не тренется сейчас, он сам говорил об этом. Ну так поигрывает всё равно. Опять прилетает фиер, опять минус рабочий, минус овер фениксов. Ну 8 фениксов бодро очень шатают, обратите внимание. Тут спорка есть, фиер не полетит туда, зато еще овера подрезает сзади. Демага пробил камни, а что толку? Здесь стенка стоит, вот вы видите потери. 4 стона, 2 700 и рабочих 24 демага в этой игре уже потерял. 4 стона, 2 700 и рабочих 24 демага в этой игре уже потерял. Так, ну неплохо демага, что-то по всем направлениям сейчас забегает, обратите внимание. Бейлинги бодренько прикатываются, ну как же демага их не контролит-то нормально, рабов? Здесь еще так пробочка одна дохлая. Демага переагрился на потомку, но чтоб во всех местах контролить, это конечно тяжеловато. А вот демага здесь камни прогрыз, я этого вообще не заметил сейчас. Здесь от фениксов демага отбивается, опять линги на вторую пытаются пробегать. Ну голые линги не очень работают, нужно с бейнами врыв сделать по ходу дела. Так, что демага и пытается предпринять сейчас снизу, но вообще не контролит этот врыв. Зато лингов на второй сконтролил 150 на 130, просто на ровном месте демага лингами бегает-бегает, избревает своего оппонента по всем направлениям. Что ты будешь делать? Смотрите, если адепты пытаются отбить, с глефами они отобьют этих лингов, кстати говоря. Как же адепты лингов, конечно, стебают, я просто смотрю и удивляюсь. Так, здесь четвертый никс, здесь штормовиков уже миллиард, по-моему, есть. Если демаги будет такой микс, то он, возможно, развалится в ближайшее время. Ну а как он со штормовиками будет бороться? Здесь архонов пару слить надо, но вместо архонов они идут на муви просто, а это бесполезные юниты здесь будут. Так, здесь отбился вроде фир. Фир стабилизировал, и на 30 боевого больше лимита у демаги уже в брудок пытался выходить. Так, нахрен эти-то не слить, и ни одного архона просто нету. Поздно, шторм кидает фир сейчас, так что демаги-беллинги успели ворваться, но здесь столько юнитов и морталов, что у демаги просто нет лингов, чтобы их убить. Вот в чем проблема. Вот только сейчас природ там отобьется, фир что, уходит? Да, уходит. Можно хату восстанавливать, выходить, пытаться в брудок, и еще есть шансы какие-то минимальные. Хотя там грелочки пошли уже, обратите внимание, но если с королевами выход сделать, может что-то и выйдет еще. Он добавляет. Ну, хорошо. Ну что, забегают делки у нас. Куда забегают? На четвертую. У вас здесь две плетки есть. Правда, хату моментально они смогут сменить. У демаги брудлордов три штучки и три морфица. Сейчас шесть будут. Дети мы пришли. Демага отобьет этот врыв точно сейчас. Пошли штормы. Видят фейербрудок. Грелки у нас устроят. Сколько их уже есть? Две штуки есть и две еще будет. Четыре. Демаги надо бы вперед выходить уже, потому что иначе он проседать начнет. Но если выйти брудами без королев в данной ситуации, то конечно же это проигрыш будет. Грелки все сожгут. Вот, ну и не знаю, видел ли демага вообще. Скорее всего не видел ничего о грелках. Но он два старгейта-то видел, и он понимает, что может подстроиться. Хотя обратил ли он на это внимание? Фьер уже и в темпистов может выйти давным-давно. Шесть уже грелок. Да, здесь еще две висели, где-то не видно было. А, плюс один на грелки делает. Не знаю, нахрен фьеру столько грелок, правда. Потому что лучше подстроить грелок вначале. Если оппонент не идет, так уж темпистов делать. Потому что тем более без грейдов ни на землю, ни на воду фьер больше не делает. Как и демага когуть один сделал, а нахрен еще грейды делать. Не надо, конечно. Выход очередной от фьера идет. Ну, кстати, с таким количеством королев демага изи должен отбиваться. Просто, что называется. Пришел фьер, развернулся и опять пытается зайти. Так, штурмичка одного забрала. Брудами. Еще два бруда демага делает. Фьер пытается идти в другом направлении сейчас. Линги королевы бруды. Все, здесь Дима прогоняет. Здесь в это время дроп на мейн. Двух имморталов плюс зелки. Это будет больно. Здесь есть и хайв, здесь есть и грейтер спайр. Хотя демаги и линги Беллинги на крипе моментально успевают прийти. Сейчас хайв не минуснется. Но вот зелки же здесь буянят. Надо зелков подрезать тоже. Так, Архуна разбомбили, Архуна в рулинге окружили. Кораптор ошибается. Фьер, блин, бедный Кораптор. Там столько грелок еще и что... Ой, инфестарня падает. Сейчас надо восстанавливать инфестарню иначе... Ну, в принципе, все благодаря ней уже сделано. И хайвы, и там, и хайв технологии. Но инфестеров, может быть, Димак захочет подправить. Если то, придется ему восстановить инфестейшн. Так, пошла движуха. Трансьюзы идут на Кораптор. Штармы пошли. Падают имморталы. Все падает. Димага идет вперед. Брудов уже девять штук. А девять брудов это уже серьезно. Это уже серьезное оружие в руках зерга. Но нужно вперед идти, иначе там слишком много воздуха станет. Димага же сидит и от обороны все еще играет. Вот сюда Корапторов надо было перевести. Сбить призму. Она тем более без мува. Димаг пока этого не делает. Вот она, призма летает здесь. Собирался было Димага хату заказать, да не заказал. Ну, призма даже так летает побыстрее, чем Корапторы. Ой, грелки идут вперед. Королевы ушли. Димага ошибку совершает. Фир, если прозагрев нажал... Что он по своим грелкам? Зачем? Если бы сейчас Фир разагрев нажал, он мог бы Корапторов сбрить моментально всех. Ну, крип тут в районе вот этого подъема. Может быть, с этим крипом зайти и дальше. Сюда Фира попробовать погонять немножечко. В общем-то, Димага не спешит. Хату не отменяет Димага, а нафиг. 300 минералов и так есть. Новые дроны построят. 12 грелок уже у Фира. Вот, блин, как можно быть таким им, блин, словом? Что за Старкраф сейчас пошел? Вроде Фир, там, ГМЛ и все дела. Атаку сделал на землю. Все, форжа. Форжа просто молчит. Как бы ничего не происходит. Форжа бездействует. Грелок уже 12 летает. Сейчас больше будет уже там. Он уже 13, 14 уже грелок. Плюс один даже элементарно на воздух не делается. Ладно, Димага там бомжевал полыгрыток у него, поэтому и заказ на ничего не... Блэй брудами штормовиков забирая Дима сейчас. Один всего остается. Еще одного даже смог забомбить. Ну, теперь точно вперед надо идти. Там Мазершип пошел. Ну, и то Дима сейчас вот по грейды вспомнил, начал делать. У него коготь и сармор на воздух. Атака на воздух. И рейнжовая атака пошла первая. Здесь до варпы какие-то идут. Надо идти фризму забирать. Нужно чем-то убивать всех юнитов-то этих. Сейчас Хата погибнет. В это время Фиер делает выход в лоб. Не слабый такой. Димага приходит. Инфестров много. Микоз замечательный пошел. Еще Микоз надо разбирать. Не надо карапторами на грелок лететь. Да с Микозом разберись ты их с королевами. И все. Карапторы идут вперед. Грелки отдаются. Все, отдается. Тем временем Димага теряет третью хату. Блин, какая заруба вообще просто дикая идет. Конечно, по сравнению с зарубой дикой. Статс против Дарка, например, вчера первой игрой. Эта заруба совсем по уровню не походит на нее. Но, тем не менее, с гигантским количеством ошибок, которые здесь есть. Все-таки место знатное. Димага полететь решил. Вперед, что ли? Но надо брать королев. Тут уже по 4 темписта строится. Дима берет королев. Но они медленные же очень. Пока они долетят сюда. Пройдет время. Оверсиров надо доморфить сейчас. Несколько штук привести вперед. Димага чуть отступает назад. Темписты первые готовы. Нужно всеми давить, пока есть возможность. Сейчас уверсиры прилетят. И идти вперед. Вот, Димага есть. Уверсиры будут заходить сейчас. Димага стоит. Здесь зелки на четвертую приходят. 5 штук. Линги посланы туда. Но брудами-то не надо стоять. Дать брудами-то надо лететь. Иначе там сейчас армада, суперармада будет. Так, прилетают уверсиры. Уверсиров не смог зафокусить сейчас. Фир. Димага вопкидывает инфест от тернов. Нужно лететь вперед сейчас. Хараптеры что-то отвлеклись на секунду. Королевы пришли. Трансьюзов миллион. Вот, и линги прибежали. 167 на 105. Димага вверсиры, кстати, проблевает, по-моему. Такое ощущение, что ему уже здесь не отбиться будет. Ну что, тут Фир разбрил хату. Но потерял сам Нексус. Остался с нулем просто добычи. Да, у него флотец тут такой есть. 6 темпстов, грелка, мазершип. Но тут только королевами можно все отбить. Там 13 королев, там почти все с трансьюзами, как бы, естественно, здесь Фир ничего не сделает. Димага Микоза в молоко стреляет сейчас. Где еще Микоза ездит, нет? Вот, пошел Микоз, нормальный. Телефор делает Фир, темпсты, грелку забыл. ГГ, он пишет, вот такие вот дела, ребят. Медленно, мертво, но Димага выигрывает. Блай с контролом будет биться, кстати говоря. И Блай уже 10 минут, так я понимаю, с ним бьется. А Стрэндж Жулиангом. Ну-ка, Стрэнджик, где у нас? Черт побери, 2 минуты с Жулиангом Стрэндж уже бьется. Это последняя стадия Бу-1 у нас получается. Каскин, а Ваня че? Мистер Килос бьется, кстати, там. Килос уже бьется. Ждем чего-нибудь, в общем-то, мы хорошего. Как только игра будет, заскочу я, ребят, обязательно. А сейчас пока доем, чтобы уже не отвлекаться на это. Блин, что происходит, будем понимать. Продолжение следует... Так, ребят, Касу Кину ворвался. Сегодня старичков мы СНГ посмотрим. Братка посмотрели, Димагу посмотрели. Теперь Касу Кину смотрим. Продолжение следует... 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 КСМ готов. Зададим им жару. Улучшение завершено. КСМ готов. Пристройка завершена. Наши КСМ атакованы. КСМ готов. Пристройка завершена. Пристройка завершена. Так, ребят, дико извиняюсь. Все, на сегодня все. Как бы я перекусил и все отлично теперь. Я просто сегодня еще не ел. Начал стрим для вас. А вот Димага что-то ожидает. КСМ уже проиграл. И я просто ничего даже увидеть не успел. Это крайне печальный момент. Так, Блай что-то там ожидает. А Блай что ожидает, кстати? Против СБР будет биться Блай. Стрэнджу Лянгом. Хина Гуру. Кстати, у Стрэнджа Гуру может в следующем быть туре. Можно будет Стрэнджа посмотреть. У Димаги будет сканина сортов. Килы с Ваней играют. Что-то СНГ-то прям заполонило там все в сетке. Будем надеяться, что на самых решающих стадий много наших игроков дойдет. Пока что. Так, раз-два. Так. Ну, в четвертьфинале будет раз. Точно здесь Кас проиграл. Может быть Димага будет. Может быть Стрэндж. И Блай уже есть. Ну, человека 4 будет. И с 8. Опа-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Все нормально. Успел я. Успел я. Успел я. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Забегание, чтобы попытаться Сосеху подгрызть. Канин даже никуда Не летит. Вот он хитрый Стоит на хайграунде Почему бы Котэ у него на спине, не знаю Вот он Хитрый реперок Ну, собаки тоже Вперед не бегут А вот и побежали, и репер спалил Начинается бойня Просто Канин контролят И это минус линги И это печаль полная, конечно Все Кончился Еще 10 лингов он заказывает Чтобы поймать репера И сделать контрзабегание Судя по всему, еще одно Ну, кстати, вот это неплохой вариант Почему? Ну, нужно лингов Пару штучек и здесь Оставлять, чтобы репера поймать Потому что Канин-то здесь будет Неожиданно для него это все будет Но с другой стороны, может быть Нужно попытаться на рампу заскочить Димага, блин, бежит Как же, блин, вот криво Димага сейчас бежит, а? Сгрызает минку Минку надо огрызть Минку догрызает, забегает Идеально 8 лингами на мейн Остальными двумя остаются на второй базе Сгрызает КСМ, куда бункер строит Здесь с КСМ-ками дерется Еще плохо 25-32 фарабам Но только не бункер Бомби Канин забыл про репера Он в хату атакует Может быть, он даже через аклик послал сюда отбиваться Но в итоге репер не полетел Потому что он рядом с хатой был Так, здесь один линг дерется Че второй братан-то не врекает? Вот дурачок-то, ё-моё Димага, заметь же их Тут собак один Вот он, собак Догрызает За брата За брата отомстил За брата линга Брат за брата Ну, вышел Марик и застрелил бешеных псов всех Третья цеха есть Ну, 10 КСМ-ок, где мага подгрыз Это хорошая работа, как мне кажется Так, здесь идут 4 роучера 4 линга А димаги ещё Погодите, это какой-то пуш, что ли? Да, это пуш Но пуш стрёмный очень Потому что 4 роучера пришли А больше ничего здесь нет Вот только-только линги здесь отдаются Заказан лэр Пару-тройку реводжеров Димага Прилетает к ним Начинает попытки развалить Но не так-то просто здесь развалить 5 армора Это вам не шутки Линги стоят Пошли фаербул И не стоит здесь наломываться Моё мнение Вот если был бы овер То, может быть, что-то бы И можно сделать было Подсветить хайграунд А так танки на халяву Стрелять Но даже был бы овер Медиваком бы Контролем бы Элементарным бы Канин бы всё это дело Законтрил бы Но Так, прилетают танчики Две штучки Убивают на уроуче димаги Здесь Конин в наглую третью цеху занимает сейчас Реально в наглую И выходит факторей То есть, естественно, это мех стандартный От Канины идёт Так, Реводжер и Линги здесь стоят Ну, контроль от Канины хорошо Сейчас могло бы По Викингу прилететь бы Гидральсков димага собирается делать Ну и, кстати, самое элементарное Чем можно отогнать Это Харас Что у меня Что на что можно обратить внимание Димаге Не нужен крип Димага имбазерк Слишком, чтобы ещё крип растягивать Так это вообще без шансов-то будет Всем вот Вот, вот такие моменты нам ломить Фаерболы пошли Блин, а вот На секунду пораньше димага среагируют Они бы успели упасть, я думаю Потому что Когда Канин стан Димага тоже в какой-то момент не реагирует Здесь опять фаерболы Опять Канин в какой-то момент не реагирует Он всё-таки успел увести Так, димаг пытается нагнать Вон там Викинг летает В итоге Не то, не то Не поймал Десять дронов ещё пошло В общем Сейчас четвёртую надо раскачать Нужен хайв И нужно выходить в шпиль Либо в брудов сейчас димаги Пошёл скан О, оверами крип разлил димага Ну неужели Лишнюю королеву Кстати, хоть два-то криптумура Можно для приличия Тащить вперёд Топим за Блая Ну, за Блая мы тоже топим Но пока мы топим за димагу Димага уже тут начинает бараки Шатать Уже больше нечего Канин четырьмя медиваками танками летает Ну что эти реведжеры Нахрен этот барак-то тебе сдался Дима сейчас четыре реведжера отдашь Блин Ну хуй димаг наверх сейчас Правильно делает Канин пытается нагнать Пролетает мимо Димага не видит Канин тоже не видит Димага сзади полетел Оп, как два танка хорошо сбрил Третьего сбрил А, два медивака Прошу прощения Танк-то один выжил Здесь гидра приходит Надо пробревать гидрой медиваки Димага, контроль Да ты что-нибудь Уже В конце концов Викингов сбивает Димаг Так, здесь танки летят Танки дропаются Надо бы еще медиваки сбить Ну медивака один Только димаг сбривает Ну посмотрите на лимит 125 на 200 сейчас От димаги И нужно идти просто На клике пробовать Наверное пронести Но Не, ну танки здесь есть Но их очень мало Причем Обнаглевший Канин Сейчас Одновременно Уже на четвертую ЦСФу полетел Пока димага Здесь от геликов Дефится Нужно заходить Сейчас быстрее Так, здесь гелик Аж 13 дронов Нажми Ну у димаги 70 рабочих Все остается Все в порядке Так Видят димаг Здесь 4 танка Надо заходить Нужно сплитить юнитов Только хоть немножечко Что у димага Сейчас и делает Заходит далее Морики падают Все падают Танки улетают Там на хг У Канина Их 4 штуки Танки наносят Громадный демаж Юнитам Димаги Подходящим Сюда Нужно отойти И нужно просто Третью убить Например Сюда можно было Чем-нибудь забежать И Так И 4 уже Причем 4 орбиталка Обратите внимание Но это наглость Вообще не сусветная Конечно Танина 16 Так Еще юнитов Много строит Димага Сплетит своих юнитов Канин Вычинивает ЦС Хуема Димага Не может Пробить Нужно Сваливать Отсюда Идет вниз Здесь танк Один есть Да я просто Что происходит Дима 1-1 У Канина Грейда И у димаги 0-0 Вот в чем Проблема Реведжеры Дается Но димаги Опять 200 И димага Опять Идет вперед И у него Есть вайперы Где они Вот они Летят Они без энергии Летят А вот Энергию Из газа Тут Так Резовой На Гоу Фуэска 150 евро 101 место 52 Ну и Конечно же Очки На финалы месяца Гоуфуэска Ведь когда-то Там будет В начале ноября Финал месяца Гоуфуэска Так Два медивака Димага сбивает С танками И мы будем их смотреть Финала И приятно Что много СНГ Играет Почему Потому что Значит Будет много СНГ В финала Гоуфуэска Месяца Скорее 40 гидралов Вайпер Ой Ой Опасно Притягивает Танки Димага Непонятно Куда Правда Он притягивает Еще один Притягивает Заходит И дожимает Канина Он пишет ГГ Димага В ответ У ГГнчик Тоже пишет Вот такие вот дела Молодец Дима Что говорить Так Стрэнджа Не вижу В сети Кажется Стрэндж Проиграл Жулянгу Да Стрэндж Проиграл Жулянгу Но Блай Бьется С СБР Мистер Киллос Скином Будет Биться Можно К нему Попробовать Ворваться Сейчас А у Блая Там ЗВЗ Сверху Будет Жулянги Там Всякие И так далее Гуру Скорее Все Но СБР Для начала Пробрить Надо Блая Ну что Поболеем За молодняк Я так полагаю Так ВЦС Сегодня Будет Годите Написано 19-30 ВЦС Но Если Перенеслось ВЦС По времени Если В Европе Перевели Часы Почему ВЦС Перенеслось По времени Точно Там Так Или Нет Сейчас Я проверю Еще раз Ну да 1.46 Написано Написано Так А Димага Кстати С кем Будет Биться С С С Блая 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 Мистер Килос Килос Проходит Сюда В четверть Финал Кто Будет Из Наших Полуфинал Будет Ли Кто Нибудь Хотелось Чтобы Да Субтитры Привет, Роня. Да, сегодня в 19.30 ВСС. Продолжение следует... Так, спасибо. Так, Тимага зовет. Сейчас я отклоню. Оп, скилл из готов. Сейчас я отклоню. 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 Сейчас отклоню. Сейчас я 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 отклоню. Продолжение следует... Так, нет, там формат немножечко неверный, сейчас... Продолжение следует... 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 Так, почему-то счетчик твич перестал считать, почему счетчик двойных чатиков перестал твич считать, сейчас я проверю, работает ли твич, ребята, потому что меня, считай, обеспокоил, все прекрасно работает на твич, 140 плюс человек еще, то есть 700 на gg player и на твича еще 140, то есть 800 с лишним человек, короче. Здесь скиллос, кстати говоря, отбивается спокойно достаточно, но в это время пошел врыв от оппонента его через центр, 69-55 по лимиту, есть два иммортала, да, здесь, но где пару пилонов, которые бы перестраховывали, например, это все, я без понятия, блин. Есть оракул, можно им ревелэйшн кимпред проликс. А, кстати, когда скиллос вот сюда заходил адептами, будь у него, блин, в сталкеров штучек 6 или фениксов штучек 5, он бы вообще убил бы, кинув хлам. Тут столько адептов было и нечем прикрыть было тупо. Так, оракул летит, ревелэйшн. Куда скиллос кидает? На мародера мариков. Все, туда идет выход сейчас, Су-40, Су-24, но хоть сколько-то боевого лимита дало строить скиллос вот кин. Тут танки, короче, все в кучке стоит. Вот пару пилонов здесь, они, дело не в том, что они тут как-то битву переведут или что-то, их танки, да, будут выбивать, но пока их выбивают, там можно ставить уверчажа и затягивать пуш. А так, выходит, приходится щемиться в самый край, и тиран в это время просто переставляет спокойно либератора вперед. Так, идет скиллос вперед, телепортируются адепты, куда-то в странную они позицию телепортнулись адепты эти. Либератора скиллос вроде как выбивает, но не фокусит до конца. Но имморталы раздают как хорошо по мародерам, смотрите, и архончик здесь есть, скиллос-таки пробивает здесь. Блин, скиллос радует в последнее время, ничего не скажешь. Заходит архон, не надо его было бы отдавать, бы сейчас скиллос законтролил, назад отвел, архон еще даже залп успел сделать один, с имморталами поднимается на хг, 4 имап, что мешает убить-то? Мешает отсутствие призмы, вот еще один иммортал адепты идут, надо драться, пацан выживет сейчас, споригенится. Вот куда, вот сейчас не надо разводов, сейчас убивать надо, блин, зачем давать корейцу шанс, там же одно био осталось, все выбил. А, ну скиллос обходит через нить сейчас, есть ли кстати блинк у него, да, блинк есть, 3-2 форжи работают, это замечательно, безусловно. Так, пробка едет, спалит сейчас, то что здесь дроп идет, пробка и скиллос. Здесь 4 плюс архона, но это отдача нексуса получается. Ой-ой-ой, ну куда-то все там побежало, через всю карту, в 2016 побежать отбить дроп, блин. Ну, кстати, похоже, что возможно даже скиллос успеет нексус отбить, потому что кин сначала убил газ, потом хрен пойми, что еще убивает. Приходят юниты, так, инвидит прекрасно здесь происходит, здесь надо на третью спокойно ворваться, но скиллос опять бегает зад вперед, да что ты будешь делать, Ф-2 он жмет или что он там жмет-то, реализуй-то игру уже, пробей камни, убей его, блин. Что камни не хочет пробить, камни что-то не хочет пробить скиллос, не знаю. Ну здесь микс очень тяжелый такой, архонов 4 штуки, иммортлов 6 штук, адептов очень-очень много. Заходит скиллос, телепортируются адепты там под либераторов, под все это дело. Сталки фокусят либераторов замечательно, иммортлы просто громят, фокусить надо еще одного либератора, что скиллос и делает. ГГ, пищат кин, скиллос что-то вообще разносит. Я не делаю ставки. Если бы дали 100 тысяч, чтобы чисто делать ставки, я бы просто на шоу таймы все поставил бы. Потому что можно было приподняться конкретно. Ну шоу таймы... Не, хотя не, я на шоу таймы и на небо поделил, даже сегодня был так вот. На корейцев бы не стал бы впиливать бы просто. Так, погодите, это же ведь уже Бо-3. Нужна еще, значит, одна партия нам. Блайс Бээра нагнул уже в полуфинале. Молодцом. Молодец. Так, захожу в игру. Так, попробую-ка я, ребят, сейчас другой вариант царя впилить. Посмотрим. Так, кроме-ка я. Так, иде- если он еще какой-то, Phi-Gper Startup This is агру, PT. Как два-то? Вот так, вот так может быть. Я расскажу, этоговетчика. Готов 140, патриб, собачьи их тупо. Продолжение следует... 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 Четыре адепта на вторую и призмой на мейн залететь. Но через минку только не надо лететь. Через минку скиллос летит. Очень неприятный расклад здесь произошел. Так, залетает, призмой забирается. Допается кин прямо сюда. Пытается призму убить, а тем временем адепта на вторую к нему приходит. Скиллос нормально здесь бомбит, кстати, игре. Обратите внимание. А че Мариков-то не хочет подрезать несколько штучек? Так, пытается уйти здесь адепт. Два уходят. И тут четыре еще осталось. Так, нужно призму увезти. Здесь можно адептов забрать парочку штук. Скиллос, сделай что-нибудь. Сделай что-нибудь, призма падает. Короче, скиллос туда-сюда что-то вводит. Все, кто порезет. Минку надо забирать в таких ситуациях. Никаких ни Мариков, ни в коем случае. Минка важнее в разы. СС-шики третий нет, а тут уже третий Нексус у скиллоса. Вот что мне нравится в этом паренькедок, это его макро. У него АПМ такой 200 небольшой. Но по макро у него прям все замечательно всегда. То есть он строит рабов, не останавливаясь, как это и должно быть в Старкрафте. Так. Форжа есть, форжа есть. А, на второй форжа. Будет вторая атака или что там у него будет заказано, я не знаю. Два либератора есть. Скин двигается вперед сейчас. Скиллосу нужно пару до варпов, снова гейтов. Возможно даже архонщика варпануть какой-нибудь. Так, гейты открываются. Но, правда, не все гейты открываются почему-то. Так, вошел в варп сталкеров. Сканит кин, видит скиллос, где кин подходит. Не надо так бегать по либераторам. Минус сталкер сразу. 115-110. Ну, в принципе, все нормально. Лимит БО есть. Вот раньше как-то такое ощущение, что блинк не по КДшечке был заказан после Глев. То есть нужно блинк быстрее делать. Где андроид? Недавно играл, тут два ВЦС брал. ВЦГ. Слушай... Сосмодейм там. Дела делает. Тоже недавно играл тут. На прошлой неделе. Теперь решили удариться. Тридцать 141. Скиллос идет опять в пуш какой-то, что ли. Похоже на то. Но нужно ли ему так заходить, ломиться сейчас? Смещается под камни, занимает одновременно четвертый некст. По лимиту, кстати, вровень они становятся. Сейчас скинем. Для варп сталкеров идет. Здесь видит скиллос. Прекрасно, что происходит. Минки много-много юнитов. Гольф и врыв. Адепты, кстати, с плюс один. Но ее как развалить могут жестко. Штурму пока нет. Смещается ведь скиллос к рампе сюда. Бункер можно было бы спокойно пробить сейчас. Вот скиллос. Так, здесь либераторы уже. Заходит скиллос. Видно, что уж не напасть. Ну, не нападай ты, сыграй дальше в экономику. Вторую фаржу добавь. Нет, скиллос берет, разваливается. Это 1-1. Это факт. Здесь ничего не сделать будет уже. Вот сюда можно было дойти нормально. Демага затащил 2-1. Просто царь, я бы сказал. Еще Демага сегодня разбушевался. Сорт оху втащил. И будет победителем этой пары, на самом деле. биться. Спасибо за информацию. Здесь пока победитель не определился. Я бы очень хотел, чтобы это был скиллос, чтобы СНГ смотреть дуэль. Но здесь 1-1, и нам третья игра понадобится сейчас. Как бы скиллос не старался, что-то много. Вата здесь кинчика. Вот СБР Аблай давно выиграл. Я об этом говорил уже. Оп. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, ребят, нового. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Девушки отдыхают. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, попробуйте САЛЯ, у кого премиум, там есть с анимированный. Саре, я хочу смотреть, работает он или нет. Продолжение следует... Что-то у меня POMI-6 показывает. Вы старого какого-то шлете, обновитесь. А, о, анимируется. Ф5 нажмите, прежде чем слать. Короче, ребят, все по игре. Давайте скиллы против Кина. Хватит на царя. Вот, я вижу, что у Харе Кюпи анимируется, и это хорошо. Сейчас я попробую с фоном запилить еще анимированный. Улучшение завершено. Прочь с дороги! СМ готов! Вооружен и апаркет! СМ готов! СМ готов! Все, ребят, все подошло. Отлично. У скиллоса делается плюс один. Так, заходит рипер сейчас. Мазеркор где? Мазеркор хрен пойми где. Рипер гранатки кидает. Да убейте вы его. Убейте этого, как бешеного пса. Пристрелите его, наконец-таки. Плюс еще гейты. 8 гейтов. Адаптация сейчас от скиллоса будет. Достраивается робо сейчас. Будет ли Кин готов? Кстати, у Кина билд, который очень уязвим против того, что делает сейчас скиллос. Кин опять тут залетать. Сюда будет. Опа! Триком заходит сюда сейчас корейц. Триком гранаткой впрыгнул. Вот это да! Ну, это провал, блин. Если бы это было хоть как-то скрытно сейчас, может быть, что-то и вышло бы. Так, адептики заходят. Плюс один, конечно, есть, но толку маловато. Стенка будет здесь полностью заблочена сейчас все стенкой. Будет скиллос в лоб рываться. Будет скиллос в лоб рываться, интересно или нет? Можно сейчас варпануть еще адептов вот сюда. Два пилона делается и пробить, попытаться прямо в лоб эту всю стенку. Здесь танк уже нет. Похоже, что ничего не получится уже у скиллоса здесь делать такого. Так, он пытается зайти. Сейчас кину на хг. Ну, здесь минки, здесь... Ой, как больно-то... Здесь танк есть. Нет, это без шансов называется, ребята. Там танк, а здесь либератор. Короче, адепты заходят, пытаются скиллос в депошечку пробить. Надо иллюзии пускать. Ну, что так долго делаешь, что ты скиллос? Так, депошечка криво сейчас ставит. За минеральную линию скиллос проходит. Бомбит, в принципе, неплохо. Иллюзии надо опять посылать. Из-под либератора надо выйти адептами. Выйдешь ты из-под либератора. Не выйти не может. 50-61. Ну, трипером, кстати. Рипером реально четко кину. Если бы он, прикиньте, если бы он сюда не запрыгнул, ему 5 гейтов, тогда, ну, можно было бы неправильно оценить, что-то увести отсюда бы и отдаться. Но кин все заметил и в итоге не отдался. Нифига, а призма теряется. Ну, марика, кстати, крайне мало остается. Здесь у скиллоса нужно по этого кина. Нужно отметить. Так, адепт в минеральную линию заходит. Ну, почему танк-то не забомбить сразу было? Танчик законтролил. Кин 48-60. Ну, скиллос, молодец, был близок к тому, чтобы развалить. Но, посмотрите, потери. Просто катастрофа. Да, чуть точек, чуть точек, но не хватает все-таки. Грамотный кореец еще задефился. Мозиль, анимированная промя нет. Значит, там флэш или что-то поддерживается. Я не знаю, что-то где-то, короче. И поэтому... Надо все браузеры, видимо, одновить. Пять адепта на второй кише. Ну, 47-35. Парабан-то да, у скиллоса все неплохо. Но, да, он ставит третий Нексус. Но по боевому лимиту 18-41 сейчас. Но если чуть-чуть Кинг посидит дома, то я думаю, что может и нагнать скиллос здесь. Здесь третий ЦС, а здесь третий Нексус только делается. Так, здесь скиллоса камня пробил. Кинг вперед идет, адептика спалил одного. Минус адептик сразу же, ну, простим пачил, зато всех сильно. Вот, скиллоса начинает третий раскачивать. Куда Кинг выход будет делать? В лоб или через 9 часов? Через так. Марик в лоб, а выход через 9. Вот, я не понимаю, вот нахрен пробил камни, юнита сюда ни одного не поставил и ушел всеми сюда. Ну, надо понимать, если так база занимается, значит, надо оборонять два направления сейчас. Спускается пробка, скиллоса понимает, что что-то здесь не то. Идет Кинг вперед, нужно... Так, вся четыре, отбиться-то может он и здесь сейчас просто. Здесь выход-то смешной просто идет сейчас. Так, адепт телепортнует. Танки дропаются сзади, нужно уйти. Сейчас залпы от танков идут. Как-то адептами не соблюдают золотое правило, что в био надо врываться, скиллоса. И нужно врываться не сбоку где-то, а в за... Ой, этот... Прямо в лоб в био надо врываться. Так, уходит все домой. Ой-ой-ой, скиллос, куда ты идешь? Что за ужас такой, а? Больно смотреть. Ну, не хватает все-таки скиллоса иногда, контроля, блин. Нужно вот такие моменты видеть. Все, вроде прогнал отсюда. Ну, не надо сюда ломиться, блин. Кин очень четко уходит, разводит как молодого. Ну, молодого-то и разводят, получается. У него не надо так. Это че тебе не там... На улице в интернете может и молодой Кин развести на ведро воды одного Кина. Вот. 104-133 идет вперед, скиллос. Грейды 2-1 сейчас на одну атаку. Кстати, у скиллоса до сих пор все очень даже неплохо, учитывая грейды. Если бы он жил, было бы все нормально. Но здесь врыв на третий некст, вот это уже катастрофа, потому что здесь погибнет много пробок и отбить вообще нечем. А в атаке скиллос, я уверен, здесь ничего не пробьет. Потому что здесь, вон, какая оборона дромадная просто. Перебринкивают стулкера, но адепты все падают уже, телепортируются. ГГВП посетило, скин отбивается легко. И надо, надо сейчас нам что? Правильно. Нам надо смотреть Димага против Кина. Может, Димага нас парает? Бомбежник Гуру играет против Лая сейчас. Сверху. Ну, а мы к Диме, я сейчас напишу. Бомбежник Гуру. Еще и сталкерами там блинкнулся туда. Я сейчас смотрю просто. Ну что у керамиты туда совсем переволок, прибор был блинкаться. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Так, Гуру с Блайем там сейчас будет играть. Вижу, Гуру Хос создает. Но мы Димагус посмотрим. Все-таки это не ЗВЗ. Да и редко Дима до полуфиналов доходит все-таки. Надо поболеть немножечко. Так, а где Дима-то? А, вот он, все вижу. Ребят, пыльную рекламу сейчас вам. Ну и как обычно напоминаю, что рекламой мне была польза. Просьба, большая просьба отключать от блоки. Подписываться на премиумы. Вот, если хотите поддержать. Ну и по реквизитам в описании и через плеер поддерживать, конечно же, тоже материально. Всем громадное спасибо. В преддверии ВЦС Глобал Финалов. Ну что, погнали, голосовалочка есть. Привет, Фулл Горыч. Да, Димага сегодня что-то у нас прямо согласен. Фулл Горыч. Ну-ка, Анина, как пробрил, вы можете в записи, сможете увидеть Димага. С сортовом, к сожалению, нет. Я смотрел Скиллоса в это время против Кина. К сожалению, Скиллос 1-2 проиграл, но уровень уже очень неплох у него. Нужно не останавливаться, считаю, на достигнутом. Команду какую-нибудь найти, может, хоть и не нашу, но что делать. У нас сейчас печаль в этом плане очевидная, да? См готов. См готов. Продолжение следует... 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 Ну понятно, что Дима не тренется, что от него требуется каких-то фантастических действий, результатов, но все равно обидно для меня. 120, 101 по лимиту. Как они бомбят, достали уже эти минки. 103 на 115, ощущение макро-хатки, Димаги не хватает, смотрите, на минерал. А вот есть макро-хатка. Ну лингов много, он строит с 25-107, здесь прессинг идет постоянный. Сейчас 2-1 будет. Уверсира я не наблюдаю, почему Уверсира нет? Вот хоть один бы раз был бы Уверсир. Вот, наконец-то. Муховером тоже заказан сейчас у Димаги. Уверсир сейчас залетит, поможет разобраться с минами, с этими чертами. Бомбят минки, залпы жесточайшие, но все-таки выбиты, наконец-таки они оказываются. Ну и инфестейшн под хай встроится сейчас. Ну, блин, потери, видите, у Димаги больше, то есть такого быть не должно в замесе. Вот. Там третий армор, здесь куготь второй, надо третий тоже армор заказывать. Здесь 3-3 у Кина уже пошли. А, хай вот, а нет, какие третий арморы. Мас ховно, и вот именно что, ховно. Вот. И это работает, самое главное. Так, здесь что-то прям много на майне, что-то осталось юнитов на 2-то дробщика. 140, 320. Два линга забегают там наверх. Сюда будут забегания почаще Димаги делать. Ну, кинь хитрожопый, что-то тут почуял и... Понял, что здесь забегание будет, в общем-то, спалил, отгоняет. Здесь что-то в наглую крипту мы расшатает. Димаги ходят, выманивают Димагу на минку, пытаются... Да, пытаются на минку выманить, но тут... И Димага выманивается на минку, и сейчас как жахнуть может, Дима, что творится? Блин, ты, вы видели, что это? 29 юнитов, Дима, что ты делаешь? Я не могу, что это, блядь. Ах. 29, вы видели, какой там фарш просто произошел? Так, ну и здесь выход все расшатал кинь Димагу. Бэйнов мало. Блин. Хотя, смотрите, прибежали линги, пытаются Дима подгрызть. Бэйлинги тоже вроде как есть, но мародеры затанковывают. Бэйлинги коннектятся с лингами, вроде как Димага отбивается. Прикиньте, если бы эта минка столько не выбила вообще. 130 на 40, 10 планетарков. Все бесполезно, линги бегут, как она бомбардирует их конкретно. Кинь там чуть по центру ходит. Ну, здесь абсолютно достаточно тирану, мародеров. Мариков много. Держится этот микс неплохо. В ультру Дима не успевает выходить. Чуть-чуть не хватило здесь, признаться честно. Ну, тут все уже. Ставят точку кину в этой игре. Ну, видно, что видно мне только одно. То есть, Димага понимает, что делать, но практики, видимо, мало. Не видимо, а точно мало. И ему не хватает сейчас пока контроля и все. Вот у братка уже лучше стало получаться, потому что Простите. 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 Продолжение следует... Ждем вторую игру. Пока хаста нету. Блай, что у нас? Не играл, что ли, еще? О, Блай Гуру уже пробрел. Респект, Блай, мы в финал не посмотрим без наших игроков. Все будет с нашими. Отлично, просто. Захожу в игру. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, сейчас погодите, попробую царя добавить с фоном. Наверное, получше будет... Так... Так... Так, сейчас обновлю, чтобы царя протестить пильную рекламку. Так, ну вторая игра. Кин одемаги. Кин ведет 1-0, соответственно. Блай ждет победителя в финале. И Блай, можно посмотреть, что делает Кин. Кин еще сверх, естественно, здесь при этом всем не делает. О, с фоном вообще замечательно стало. Вот так, это работает. Ну и с пальцем! Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну здесь, в общем-то, не будет каких-то сверхранних передропов. В этот раз с 16 мариками стимпаком. Не будет врывов, не будет хелбат пушей. Но будет третий сэщик и будет макро со стороны Кира. Решил он подхалявить. Все, смайл окончательно форму приобрел. Спасибо Артемию большое. Так, как лайфзерг проживает? Все так же прожигает или нет, я не знаю. Но надеюсь, у него все хорошо. Ребят, напоминаю вам, что через буквально там полчаса начнется у нас ВЦС-а плей-офф. Блин, если будет БО-5, мы немножечко на ВЦС что ли опоздаем что ли? Ну, остаться с... Ну, хотя не хочется даже на остаться с Дрога опаздывать. Опять Белух Павел. Может, БО-3 они впилят. Так, у Кина циклона Елеоны. И опять первый играет на циклону в первом идет. Ну, вот опять синее пламя не хотят делать корейцы, блин, и тираны. Ну, вот... Мне кажется, без синего пламя не как-то не ахти. Это все очень и очень... Игра преостановлена. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Грейт, который ты видел у Кина на дэмэдж с эклоном по тяжелым юнитам. 700 пин Кин говорит у него. Ну что же, будем ждать. Игра возобновлена. Все, продолжается Битла. Битла. Субтитры сделал DimaTorzok Так, второй арморий у Кина уже пошел. Цуцельщику раскачивать собирается. Много действительно гелионов. Плюс 4 циклона выезжает вперед. Вот смотрите, я про синее пламя очередной раз. Все игры, что смотрел, одна и та же ситуация происходит. Какая? Вот сейчас идет Кинг вперед. Вот его окружают линги. Он со своим желтым пламенем слабенько жгет здесь. И ему нечего захватывать тяжелого циклоном. Делайте, ребята, синее пламя первого. Ну реально будет лучше работать этот билд вообще. У нас если тираны есть, которые так играют. Вот против зерков. Причем вот на этой карте я уже вижу раз третий, наверное, одно. Вот и тоже вот происходит. Да, конечно, иногда масс роучи бывают. Но сдаются мне, что не всегда там масс роучи. Так, чудом Кинг на танки выживает. Ведь Беллинг разбился там обо что-то. Об газ разбился Беллинг. Ну что же. Повезло Кинг, чуть больше у демаги танки бы сгрыз бы. Ну а что танки? Так, 1-1 у Кинг. Демаги 2-2. И он продолжает играть упорно, кстати, в милишные игры. На центре крипа вообще ни хрена нет. Здесь тоже надо крипа заплодить. Хотя нет, вот один криптумор вниз попер сейчас. Это время гелики через верхнее направление на четвертую ездят в базу. Здесь криптуморы выбиваются. Но синим пламенем уже так просто их не возьмешь. Так, что-то призончики опять пошли. Видимо, Кинг подлагивает там. 12-134. Вторая атака на технику вошла. Циклоны все еще строятся. Факторей уже 5. Три лаба, два реактора. Демаг забежал и погорел на забегании своем. Ну, идет Кинг Криптут, вычищает немножечко. Но значительная часть лимита вот здесь. Почему бы не сделать стенку вот здесь, чтобы не забегание еще. Так, здесь демага с бэйнами убивает. Почти все, но по лимиту уже меньше демаги. Он строит еще бэйн. Демага тупо милишная вот эта вся тема играет с мехом. Это очень опасно, потому что как только у Кина будет крит масса, тут танков плюс либераторами все это будет прикрыто, просто будет бесполезен этот мех, точнее меха вот эта вот демагин микс. Здесь циклоны прохватывают королев, плюс гиллионы. Демага восстанавливает Крип, кстати, хорошо, там прям сразу на краешке, да, восстанавливает, смотрите. И Крип опять же там, где был, получается. То есть, да, вот про синее пламя здесь и то. Прикол в чем, вначале вы размениваете слингами, потом у вас накапливается масса этих унитов, циклонов больше становится, и как раз потом уже, когда вы сможете до здания добраться, вот этот играет и нужен будет. То есть, просто синее, а по кдшечке там в лабе, ну, к моменту доделывания пламени просто этот, и все. Не спорю, есть игр процентов 5, где, может быть, этот грейд будет важнее, где роучи там какие-нибудь ломиться будут, или вообще зерк затупит, и вы до базы, до беда, ну, там, до здания доберете. Да, конечно, жестче это будет, но таких игр, ну, очень мало. Экономика у демаги замечательная, смотрите, 79-66 парабам, 4 базы, здесь, правда, тоже 4, и лимит и кина больше. Игрейды 2-2, демаги 3-3, правда, уже пошли. Так, и брудки будут, что ли? Нет, здесь в шпиле армур делается, есть караторы против? Против либераторов, видимо. Приходят кин, захватывают хату. Вот теперь, да, когда до хаты доходят эти товарищи, и собаками на синее пламя наламут, ну, и как не хочется, тогда можно, конечно, и пожечь здесь. Так, брудлинги бегут, как-то, так, и куснем, куснем. Но они куснут, они говорят, ли он, привет всем. Так, время у нас уже 19.00, через полчаса ВЦС, но будем по обстоятельствам смотреть, если что, если мы будем опаздывать на ВЦС, ну, финал будет идти Блай против Кина, я просто репту попрошу, как бы, вот, их, чтобы скинули, и все, потому что Димага здесь и победить может, там мы просто Димагу будем досматривать, у него все пока очень даже неплохо, несмотря на то, что по лимиту проседает, то есть у него, как бы, хороший микс, но что он будет делать вот с этими ребятами, вот с этим грейдом? Дальнобойные баллистические орудия просто Так, линги наломуются, хелбаты не уважают совсем, но линги с адреналином это адские просто товарищи, и учитывая, что армор один против двух когтей, быстро очень сгрыз Димага в инфоненцию Так, здесь караптеры, линга, бэринги по центру, ультра стоит, тут одного ультрала, хотя нет, ультрала тоже быстро захватом будут убивать Так, Экин вообще в выход пошел, либераторы, танки, циклоны, гелионы, здесь Димага пищук никак не реагирует, он стоит всеми просто ничего не делает, Димага реагирует, что-нибудь делает в конце-то концов Сейчас можно вот прямо вот отсюда мимо кам... забежать с двух сторон и просто убить попытаться Ну Димага, блин, дождался пока все... Вот нет, чтоб на муви это словить, вот что мешало словить всю эту хренатню на муви? Что-то мешало, Димага в итоге просто здесь криво дерется, сейчас циклоны заедут, просто сейчас... Ой-ой-ой, караптеры уничтожены просто циклонами вообще Смотрите, что творится с караптерами, ё-моё, какая боль Какие-нибудь прям новые правы, либератор просто... Ну всё, Димага потерял, здесь шанс на победу, это факт, он уже ничего здесь не сделает абсолютно, я так думаю Осталось только наломиться на оклике и слиться в хлам Всё, через центр какая-то движуха идёт, а Кин заходит, дальше убивает Ну могли бы... Идеально, конечно, брудов этот микс был бы Ну добегался Димага до того, что Кин уже сам вынудил его просто драться Конечно, Димага вынужден здесь драться Либераторы забирают ультрала, просто циклоны тоже здесь контроль идёт Ну Димага еле-еле, ну, кстати, выдерживает это всё дело, ну, а дальше-то что? Экономики не осталось просто У Кина хороший продакшн, у Кина 3.2 Димага идёт в контратаку, у Димаги 46 дронов, ну, это смешно Конечно, каких 46 дронов? Здесь и туретки, и всё, здесь миль не хватает Ну Димага здесь... Так, ну, кстати, лимит-то 110-180 Почти равный лимит Хараптеры под туретками Несмотря на огонь этих туреток Выбивают либераторов Ультрал один на мэне тут бьётся Ну зачем-то Балес в рейнжок либератора слился Здесь два ультрала ходят Им больно очень от всех этих тирановских юнитов Ну, они жили некоторое время, но всё, слились И вот опять к либератору Балеса Вот ультрал минус, загорелась он, бедняга Боевого димаги всё ещё больше, ну, воздух, просто нечем выбить Воздух, и всё Здесь планетарка, которая ничего не сделает Титанчик, который агрит Тоже ничего особого не сделает здесь Заходит димага Начинает проблевать Северов с этмонами подрезает Кин, пытается сэчку димага зарезать Кин внимательно, орденов Тарсена ему не надо Ну что, Блай против Кин, а финальчик Посмотрим Димага Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Далее у нас будет Бьян против Дира ДimaTorzok 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 Дмитрий Хue Вр ДambаTorzok Димитрий Хğaф Добро п arithmetic Димитрий Хафс будет неплохо. А здесь минка 6 мариков. Что у Блая дома? Ни-че-го. Ответ. Это будет катастрофа. Идет Кин вперед. Сейчас еще шпиль давайте отменит Кин. А он отменит шпиль. Сначала он рабочих пошатает. Будет шпиль отменять? Да, будет шпиль отменять Кин сейчас. Бах! По рабам пошел удар. Так, королева пытается мариков убить. Сможет Кин шпиль отменить? Не смог. Просто чудеса для Блая. Как он... Это может зарешать всю игру. Вот такие моменты. То есть ты в ущерб фокусу шпиля ключевого здания на данный момент для оппонентов. Потому что если бы не было шмиля, Блая просто мутку не заказал бы. И сейчас отставание было просто гигантское. Ты в ущерб фокусу рабочих фокусишь это здание. Я на этого сказал. Фигню какую-то. Вот. И в итоге у тебя ничего из этого не выходит. Естественно, это катастрофа для продолжения игры. Так, здесь что-то медивак летает. Блай его находит. Кин криво как-то контроль. 72-66. Еще три муталиска заказа. Но у Кина хорошее количество мариков уже. Правда, до стимпака. Просто там тысяча миллионов лет. Ну и свитч делает Блай в роучи. Просто смувом после этого билда. Нужно раскачать данную ситуацию третью. Сначала, конечно же, нужно раскачать базу. Пролетает Блай. Пробивает Депошечку. Скорее пробиваю Блайчик. Пробивает Депончик. Заходит под мариков. Но танки стебают очень-очень жестко. Марики живут. КСМки Блай бомбит. Сколько муталисков, кстати. Мариков смешно. Может убить их всех вообще? Чё Блай боится? Я не понимаю. Вон сколько маленьких-то. Убежит их они без стимпака, без всего там. Только мутку законтраливают. Зеленую. Ох, Блай как вокруг зданий разводит. Просто царски. Этот 1-0 в пользу Блая. Я уверен. Четыре муталиска еще строятся. Блай шатает. Просто идеально. Либератора. Так. Дал улететь ему за туретку. Ну ладно. Здесь мутку законтраливает четко. Стимпак отменяет. Короче, все очень замечательно. Здесь у Блая не надо залетать там в туретку. Сейчас еще мутка прилетит сюда. Можно пробить депуху и лингами прибежать, прикрыть. Еще один либератор прилетает. Линги грызут там сзади уже. Кин не может ничем помочь своей стеночке печальной. И Блай заходит. Еще и инженерку сейчас пробревает. Линги врываются на вторую базу. Блай наломается. Либератор и минус. Марики минус. Циклон выходит. Так. Сколько КСМ-ок погибает? КСМ-ок погибает достаточно много, но... Но Блай умудряется отдать всех муталис. Что ты делаешь, Блай? Как это получается у тебя, Блайчик? Что же ты творишь? Линги наломаются. Либератора надо подрезать. Блай подрезает. Либератор циклона надо подрезать. Циклона не подрезать никак. Но КСМ-ок зато Блай сможет еще нарезать. При этом все. Что самое удивительное, Блай давит-давит, а парабам в плюс не выходит вообще. То ли он с инъекциями втыкает, то ли что, я не знаю. Сейчас золото кончится, у Кина еще нормальная ситуация будет. Так, здесь КСМ-криши. Какие же они демеджены в хлам все. Вот это уже катастрофа для Кина, что он так отдается нелепо. Здесь три марика смешных ходят. Мариков надо бы выбить. Одного еще муталиска сбревает. Прикрывает Кин Блая, пошел муфроущему Блая. 45-32 парабам. Прибегает много лингов. Но тут три танка в Сиджи. Заходят линги прямо на танке. Надо накидываться сюда. Танк один падает, второй падает. Третий прикрывает. Но один циклон и один марик здесь всего лишь из юнитов. Есть Либератор один. Блая просто унижает экономику. Так, два циклона уже пришли. Все, муталисков Кин заберет. Сейчас, конечно. Но Блая пошатал еще экономику. Девять первых роущей заказано. Но почему 42 раба у Блая? Что с рабами-то не так? И что вообще не так? Здесь четвертую Блая ставят. Привет, рептилоид. Нет, ФП игра очень нечастая. Поэтому слабенько очень играю. Муфроущим сейчас будет готов. Через несколько секунд. Нужно через верх, конечно, заходить. Сейчас просто убивать. Да можно даже и в лоб зайти, Блая, как мне кажется. Что он, по-моему, и собирается сделать. Кин всю армию держит в тылу здесь. Против мутки, да? Пытается законтролить. Блая улетает. Мутки ни одной не отдал. Здесь линги Роучи заходят спокойно. Сейчас будет пробита рампа просто. И все, Блая, поднимись скорее. Да, Депошечка падает. Номер один. Мутка все еще продолжает шатать. Выходит очередной циклон. Минус сразу этот циклон. МГГ пишет. Кин хорош. Блайд расшатал. Один. Ноль. One. Zero. Ждем вторую игру. Так, кто сидит на, ну, кстати, на Твиче, ребят, сразу предупреждаю. Твиче будет вырублен, как начнется вот с С. Так что переходите на Гудгейм, либо на Виде ТВ. Я периодически скидываю вот свои плееры. Я думаю, многие видели уже. Диар активировал премиум на ваш канал. Спасибо всем за премиум, ребят. Короче, вторая игра. Ким против Блая. Блая ведет уже 1-0, но здесь так не сыграешь, как на предыдущей карте. Ресурсов-то ублает, смотрю, скопилось 1700 в какой-то момент. Субтитры делал DimaTorzok. Продолжение следует... Ну что, вторая игра. Погнали, ребята. Вам рекламу пильну пока народа много. Ну и помните про просьбу отключать от блоки. Подписывайтесь на премию и поддерживайте, естественно, меня и мой канал. Погнали, ребята. Вторая игра. Блай ким. Блай стандартную 17-ю хату. Игра 4 линга. 6 лингов Блай начинает. Но Блай любит через побольше лингов количество начинать, чем другие игроки. Марик подстраивается. Блай видит Марика. Нужно ли лететь на Марика этого? Черт побери, улетай. Ты отсюда нафиг, нафиг терять овера. Все ж очевидно, что там происходит. Так, пошел лейрок. Тут Блай решил, по-моему, что-то хитрое тоже предпринять. Возможно, такие же муталиски здесь будут. Может быть, Нидус. Может быть, еще что-то. Линги сейчас забегут, но мува у лингов нет. Кстати, здесь всего один Марик у Кина, между прочим, остался. Кин понимает, что у Блая линги куда-то делись. И идет домой сейчас. Заходит лингами Блай. Вот он стоит, чертяга. Автоматчик. Надо разваливать здесь, начинать. Сейчас Риппер прилетит как раз под мув. Блай-то, собственно, с мувом его и развалит. Ну, не надо среагировать. Рипперы, кроши. Ничего. Так, мулом там кин с дальней базы пытается выбить. Блай не разводится на гранатку. Пытается Риппера окружить. Надо сгрызть Риппера попытаться. Ну, Риппера сгрыз, Блай мулу сгрызет. И мулу сгрыз. Молодец. Максимальный эффект достиг, в принципе. Все здесь каталось. Риппер погиб. КСМ-ки. Так, КСМ-ки не погибло, но погиб зато мул. Правда, уже не новый. Но он упал сюда новой. Часть-то жизни он здесь потратил. То есть, Блай фактически ликвидировал новейшего мула. Вот здесь тридцатку донесли он. Я вот не понял. Сейчас, по-моему, линг даже успел куснуть для того, как тридцаточку он донес. Вот эту новенькую. Ну и опять же, опять этот билд Гелиона Циклона, который, кстати, муталевский контрят, очень-очень неплохо с собаками. А если нет синего пламени, так и вообще замечательно. Опять же, корейцы роботически делают этот грейд. Кого от ускорителей? Кого-то ускорять? Вот кого они ускорять собирают на этой стадии? Ну, почему есть бонус у Циклона Циклона Циклона? По оверу, например. По зданиям. По роучам. Оверов, ладно, можно сбить. Но, естественно, цель-то не овера сейчас, приоритетная. По лингам нету бонуса. По муталецкам нет бонуса. По королевам нет бонуса. Странно, короче, все это. Зато у синего пламени есть по ключевому миксу и по ключевому юниту на ранней стадии для зергов это линги скоростные. Даже если зерг играет в роучей, то в самое-самое раннее время он переживает именно с лингами. На крепе. Пошел выход от кина. Тут два гелика на ксилнаге стоит. Лай забегает лингами, видит геликов и убегает лингами. Заказ на 8 муталец. Сейчас пойдет в рыв. Если их быстро поймать, можно добить, мне кажется, потом. Причем мастить мутку и просто добить кина в итоге. Так, завеличает Блай по третью катку. Здесь все, надо лететь сейчас, убивать. Все дело. Не понял, почему Блай забоялся. Вот, Блай не боится в итоге. Конечно, шатай циклонов. Доминируй, унижай, разрывай. Блай забирай 100 европейских рублей. Так, гелики пытаются проникнуть на вторую. Куда они наглеют, проникают здесь? Блай лингами здесь не даст никуда проникнуть. И летит вперед. Блай 88, 68. Здесь один циклон и гелики. Инженерки даже нет. Туреток нет. Туретки надо срочно ставить. Блай прямо сюда летит. А правильно делает Блай. Почему бы нет? Смотрите, здесь два циклона. Все. Есть две минки, правда. Блай прилетает. Да не надо. Куда ты? Что ты? Не минки. Так, заходят линги. Циклон падает. Циклончик. Два минка еще жахнула по циклону. По муталецкам тоже. Блай разверни. Это Блая, блин. Суматоха Блайовская, блин. Не знаю, что атаковать. То ли минки атаковать, то ли туретку. Нул активировал премиум на ваш канал. Нужно было атаковать. Конечно же, туретка, чтобы она не достроилась. Тогда, мне кажется, для Кина вообще печаль была бы полная в этой игре. Так, прилетает Уверсир. Блай выбивает минку раз. Пытается минку два выбить. Выбивает минку два. Циклона разваливает одного. Второго Кин там за контроль и лувел. Но мутка нормально здесь шатает. На мэне, смотрите, туретки нету. На позиции нормальной. Блай переходит в роучий. Роша от Кинхарш КСМок падает. Ну, очень много. Подбегает еще линга в группу. Можно залететь. И гелионов просто забрить лингами. Но Блай предпочитает на третью ЦЦ-шку зайти. И правильно делает. Здесь минус много рабочих. Циклончик отдается. Здесь есть, что пошатать. Вот здесь продакшн факторей. Рабочий 56-103. Все роучами тепленького надо брать. Этого теплотрасника вообще левого. Ну, если Блай будет 3-0 просто против Кина, то это будет респект от всех Блай. Во-первых, за его крутую игру. Во-вторых, за то, что мы посмотрим и финал, и сразу поем на ВЦС. Если Кинханбэщ начнет. Ну, я так говорю, как будто Блай уже выиграл эту игру. Но я думаю, что Блай уже на самом деле выиграл эту игру. Потому что подходит роучи. Ну, мув будет через 20 секунд. Мув надо подождать Блай сейчас обязательно. Роучи и мастер очень много. 120 лимита. Оверов пару заказов. Четвертая. Хотен четвертый есть. Здесь один Тор и один Циклон. Это вот два юнита, которые что-то могут роучем сделать вообще в принципе. Блай обходит через верх, что ли? На хрен через верх, ты не понимаешь? Так, мутка залетает. Все, роучи на муве уже врываются сейчас. 84, 120. Вот он Тор подходит. Да Тора со Циклона забирать. Циклон забран. Тор забран. И гелики будут сейчас тоже забраны. Все. Вот так вот, как по ноткам, что называется. 70 на 114. Блай разваливает здесь все. Еще два Циклона выходят. Ну, Циклоны с бонусом, да, роучи, конечно, не щадят. Но надо муталисками прикрыть просто роучи. И все, сейчас 57, 136. Да тут, как бы, даже, я думаю, и вообще печаль. ЦС падает. Блай, а надо зафокусить здесь муталисками ЦС, пока роучи разберутся с Циклонами. Ну, все. Танк выходит. Тимтанк на муве ведет сюда. Танка фокуса от Блай сразу идет. ГГ пишем. 2-0. Блай, красавчик. Так и надо играть с ними. Надо щадить их просто. Мочить всех. Мочить. Так, канал на сброшу. Мой на Twitch, который будет потом работать после этого стрима. Все. Ссылку на сетку. Короче, ссылка есть. Я закрываю просто к чертям, потому что она не нужна сейчас. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Вижу, что начался уже ВЦС. Сейчас поставлю на фоне. Ну, третью-то игру мы досмотрим. Я думаю, а вот дальше, если будут еще игры, то не будем смотреть. А было бы о-3, все, Блай бы уже закончил бы. Через что Кин играет? Через рипера, интересно, или через что-то другое? Так. 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 Теперь идет Линга со стороны Блая Кину. Рипер сейчас полетит. Рипер сейчас полетит, Блай как-то прям в наглую бежит. Здесь нужно сныкаться бы Лингами для начала, а потом уже, если Рипер свалит, попытаться ворваться. Блай забегает. Куда ты бежишь, Блай? Ё-моё. Блай бежит. Кин заметил. Все, Линги бесполезны здесь фактически становятся. Это печаль полная. Давайте еще Блай Лингом Крипера сгрызет, да? Нет, не сгрыз. Скин все-таки сконтролил, но на грани было, конечно. Еще дроны строятся, королева. Сейчас гелики пойдут. Еще Блай потом скинет репки, если что, сейчас игра не последняя будет, и мы в паузе, наверное, между ВЦСом просто досмотрим. Ага, посмотрите-ка, Кин, кстати, кажется, нашел ключ к Блаю. Кин решил, что Блай играет все время через лингов, а Блай, кажется, хочет Кина просто роучи лингами запушить сейчас. У меня такое ощущение складывается с трех баз, потому что как раз подкапливаются ресурсы. Ну, если получится сейчас нормально принять с роучами... Блин, но роуч Ворон не успевает совсем десять секунд, а здесь через три уже хелбаты будут делаться. Ай-яй-яй-яй, Блай, роучи заказывай скорее, роуч Ворон готов, роучи и пять штук Блай сразу же делает. Тянуть время надо максимально долго. Хелбаты заходят, Блай пытается в тыл зайти лингами хелбатом, но нет. Надо тянуть время, время тяни, Блай. Ой-ой-ой-ой. Лингов не отдает, королев сплитит, там Кин своих же юнитов взрывает гранатами. Все, роучи вышли, хорош Блай, молодец. Протянул столько, сколько надо было протянуть. Хелбат пуша отбит. Достаточно. Ну как, еще не легко пока. Еще хелбаты есть, но роучи и выйдет еще сейчас несколько штук. Вот хелбатов бы, ой, этих реводеров бы Блай еще из роучей делал, был бы вообще молодцом, замечательным. Но реводеров Блай не делает. Но тем не менее, по экономике в плюсе, безусловно, Блай оставится после этих всех врывов. Здесь рипер залетает, к вам залетает-то бандит. Роучи разверни, Блай, что ты делаешь? Кто-то Блай пошел. А, здесь еще два гелика заехали. Пытается Кин наубивать рабов, много не наубивал. Летит либератор, третий сыщик. Просрал весь пуш, но действует по-корейски, что называется, нагло. И на этом еще очень многие выруливают, на самом деле. Так, здесь гелик один упал, второй чудом ушел. Вот либератор сейчас залетит, и он может больно, на самом деле, сделать Блай. Блай, уводи королеву, Блай вводит королеву, молодец. Рабочек тоже надо увезти, Блай. Он тут пол, я не знаю, миллион рабов развалит, пока здесь королева будет его убивать. Но все нормально. Здесь либератор есть, у Блая аж целых шесть реводжеров. Либератор, значит, изи будет выбит просто. Дроны на третью поехали. Здесь леньги забегают прямо в линию. В линию обороны кинат. Здесь только бункер строится. Бункер сейчас будет выбит. Хорош, Блай, бункер падает. Заход 79-50, 3-0 Блай, что ли? Здесь гелики отбиваются. Блин, респект Блаю от пацанов из щатика, я выражаю сам. Сразу мы сейчас и ВЦС будем посмотреть. И Блай дает в бок бачару печеночку, короче, кину. Порвал нахрен вообще в хлам. Порвал нахрен. Блай дает в бок бачару. Прямо, вон, имя-пурал нахрен. Нажимаем. Оне. Все, стоп-старт делаю, ребят.